Друзья, привет всем! Сегодня я вам расскажу, как никогда не выгорать. Мой совет на 100% является рабочим, на 1000%. Почему вам вообще стоит меня слушать? Потому что я не знаю, что такое выгорание. Я ни разу не выгорал. Всё, о чём я вам сейчас буду рассказывать, это всё на моём опыте. Это не знание там из книг, это я не прочитал статью и вам сейчас буду рассказывать что-то. Нет, я через всё прошёл. Вот в чём ценность моих видео. Свой путь с нуля, с полного нуля, к миллионам долларов я прошёл без выгораний. Вот почему вам стоит меня послушать. Итак, смотрите. Я сравнил ситуации подписчиков и свою ситуацию и выделил три правила. Первое правило. Чтобы не выгорать, вам нужно заниматься делом всей жизни, которая, это очень важно, подвязана под смысл жизни. Второе. Вам нужно соблюдать баланс. Вам нужно держать баланс между работой и отдыхом. И третье. Вам нужно расти. Вам нужно развиваться. Как в бизнесе, как в своём деле, так и в личном плане. Если вы какое-то правило не будете соблюдать, вы по-любому словите выгорание. Давайте рассмотрим пример подписчика. Вот у него кофейни. У него 25 точек. И вот он словил выгорание. Смотрите. Ну, во-первых, кофейни, да, ну, это не может быть делом всей жизни. Изначально, да, ему нужны были деньги. Ему нужно было закрыть какие-то базовые потребности. У него получалось это дело, да. Ну, и вот он начал открывать кофейни. Открыл 5, открыл 10, всё пошло. Он там купил машину. В общем, закрыл какие-то базовые потребности. И ещё у него не соблюдается третье правило. Всё, он уперся в потолок, он не растёт. Понимаете? Открыть 26-ю там точку, 27-ю, это не рост. Понимаете? Это деньги ради денег. Вот он и перегорел. Это как блогеры, да, перегорают. Вот цель у блогера, да, там миллион подписчиков. Вот он идёт к этой цели. Он поднимается с нуля. У него нет денег. Вот у него миллион подписчиков. Окей. Пока он может, может на этом ещё вытягивать. Да, вот новая цель 5 миллионов подписчиков. Вот у него 5 миллионов подписчиков. Вот он себе купил квартиру, машину. Вот он известный. Окей, следующая цель, давайте, 10 миллионов подписчиков. Вот он достигает цели в 10 миллионов подписчиков и все, он упирается в потолок, он не растет. 11 миллионов, 12 миллионов, это все равно, что открыть там 26 кофейню. Все, он не растет. Он не видит в этом смысл. Он базовые потребности закрыл и ловит выгорание. Ему нужно теперь переходить на новый уровень. Ему нужно постоянно расти. Вот смотрите, возьмем мою ситуацию. Я соблюдаю все три правила. Смотрите, рост, постоянный рост. Я постоянно расту, я постоянно развиваюсь и вот в своем деле тоже постоянно развиваюсь. Вот мой следующий уровень это отдельная школа. Отдельно запустить школу. Привлечь там крутых экспертов. Отдельно сделать школу. Площадку отдельно сделать. Потом приложение запустить. То есть мне есть куда расти. Я постоянно повышаю уровень. Следующий уровень это книгу написать. Это прям очень такой ответственный шаг и я хочу сам написать ее с нуля и готовлюсь, можно сказать, к этому. То есть не спешу, да, вот как эти все инфобизнесмены штамповать вот эти вот книги, потому что модно, потому что тот выпустил книгу, да, ради узнаваемости, ради хайпа. Нет, я хочу сделать что-то стоящее, да. Вот, мне есть куда расти. Второе правило. Баланс. Я соблюдаю баланс. Смотрите, даже когда я не соблюдал баланс, вот когда я вам говорил, я работал по 15 часов, там, когда только начинал. Вот рост меня вытягивал. Рост меня вытягивал. Я постоянно рос, постоянно рос. Закрывал какие-то цели. Рост, 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 рост. Да, вот рост вас будет вытягивать. И вот первое, да, я занимаюсь делом всей своей жизни. И это дело подвязано под смысл жизни. Смотрите, может кто-то думает, да, что я занимаюсь ютубом. Нет, ребята, я не занимаюсь ютубом. Я занимаюсь образованием. Смотрите, вот этот видеоролик, какой-то пост в инстаграме, это все продукты. Это все продукты, через которые я передаю знания. Потом ютуб, инстаграм, телеграм, тикток. Это инструменты, это площадки, через которые я передаю знания. Смотрите, продукты должны быть подвязаны под инструменты. Инструменты должны быть подвязаны под сферу. Вот моя сфера образования. Сфера должна быть подвязана под миссию. А миссия должна быть подвязана под смысл жизни. Вот так у вас должно все выстраиваться. Все у вас должно быть подвязано под смысл жизни. А если вы херачите там кофейни, да, а миссия у вас другая, все разваливается, все разваливается, и вы рано или поздно словите выгорание. поэтому друзья вам тоже нужно вот так вот все подвязывать вам нужно все подвязать под вашу миссию которая должна быть подвязана под смысл смотрите миссия до вашей жизни это не какие-то деньги да деньги ради денег там нет смотрите если бы я делал вот это вот все ради одних только денег вы бы меня уже не увидели да я занимаюсь чем-то чем-то большим чем-то глобальным я блин меняю жизни людей вот этим интересно заниматься а колотить деньги а зарабатывать деньги это не интересно это не интересно сначала может быть интересно потому что у вас не закрыты какие-то потребности потом это не интересно смотрите миссия это процесс это не конечная точка это процесс вы всю жизнь должны этим заниматься это процесс который будет тянуться всю жизнь. Вот эта миссия. И она должна быть реально глобальной. В общем, ребята, вам нужно развиваться, вам нужно расти. И тогда вы найдете свою миссию. Я нашел. У меня получилось и у вас получится. Посмотрите мой канал. Самые первые видео. Когда я был никем, ребята. Я все это снимал. Когда я зарабатывал 30 долларов в месяц. Когда у меня ничего не было. Сидел на съемной квартире с ободранными обоями. Эти все видео есть. Посмотрите, как я изменился. Я специально не удалял эти видео. Вы там будете смеяться. Посмотрите эти ролики. Посмотрите, как я вырос. Почему? Потому что я развивался. Я рос. Если бы я не развивался, я бы застрял вот в том 15-16 году и был бы таким же придурком, как был тогда. Я, ребята, рос. Я, ребята, развивался. И вот нашел. Нашел смысл жизни. Нашел свою миссию. И вы найдете. И вы обязательно найдете. На этом все, ребята. Буду прощаться. Если есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Я читаю все комментарии. Я обязательно буду отвечать на самые интересные вопросы. Буду делать ролики. Всех, как обычно, люблю. Целую. Крепко обнимаю. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова